Здравствуйте, меня зовут Ольга, и недавно я получила сообщение, что желательно, что будет всегда обеспечивать, как они развиваются, и вот сейчас я вам немножечко о них расскажу. Ну вот начнем с самого моего первого вида, который у меня появился. Это филиппинский крыс-ресалон, это двуполый палочник, и вот я вам немножко о них расскажу. Это вот пара, мальчика-девочка, они постоянно, в основном, проводят много времени, именно когда уже взрослая пара, которая уже откладывает яйца. Вот это яйцеклад, вот, у самки, это самка, сверху маленький самец. В основном у всех палочников, всегда самцы маленькие, самки большие, потому что самцы в основном проводят много времени на самках. Вот, здесь, это вот тоже взрослый палочник, это вот с полоской, самец, но он еще не взрослый. Вот, здесь вот самочки у меня тоже, они еще, видите, какие они шустрые, как они ползают быстро. Так что говорят, что палочники еле-еле передвигаются, ничего подобного, они очень довольно-таки шустрые, особенно когда маленькие. Вот, и сейчас попробую показать вам палочник совсем маленького. Все мои палочники я едя дуб, березу и малину, все, кроме только одного вида, вот я вам еще тоже покажу, самца. Те самцы имеют такую полоску, но заметьте, у этого полоски нет самца, потому что когда он стоит взрослый, то полосочку он теряет. Вот, самочки пока растут, они разного окраса бывают, разноцветные, зеленые, коричневые, со всякими узорами. Вот, здесь вот смотрите, ближе к бежевой, соломенного цвета, но когда вырастают, они только приобретают такой цвет, других цветов они не бывают. Вот, но я все-таки сейчас вам покажу еще и маленького, ему два месяца, растут они около года и живут они больше полутора лет. Растут где-то они около девяти месяцев, что очень хорошо, потому что за ним можно наблюдать, видите, какой красивый раскрас. Вот, вот они, говорю, зеленые бывают, рождаются они примерно сантиметра два, вот, и вырастают до шестнадцати сантиметров. Живут они в Филиппинах, ну, а у нас они живут в домашних условиях. Вот, у меня совершенно для всех одинаковые условия, если как-то говорят, что эти палочки любят, такую погоду, такую, то, естественно, у меня дома погода совершенно одинаковая. Сейчас посмотрим, кого-нибудь, могу еще показать. Ну, нет, у меня уже совсем, наверное, маленьких уже нету, уже все мои подросли. Санечку. Вот, маленькая тоже, но тоже такая коричневая. Они обычно в начале лета имеют такую характерную красивую зеленую окраску, а потом они уже начинают темнеть. Это вот трахаритаоны, мои филиппинские палочники. Очень хорошо переносят и холод. Ну, вообще, я поскажу честно, когда пересылают яйца, конечно, бывает всякое. Не всегда, как говорят, вот купили, они не выводятся. Я понимаю, что это зависит от жары, что они не столько холод боятся яйца, когда их пересылаешь, сколько жару. Если в поезде очень жарко, то просто яйца или свариваются, или пересыхают. Одно из двух. Вот, теперь, это вот второй мой вид палочников. Называется фаенофороз, краснокрылые палочники. Вот, они портогенезом.